У судебных приставов республики появилось почетное знамя. Символ ведомства передали в торжественной обстановке. Принять участие в официальной церемонии приехал и руководитель федерального ведомства Дмитрий Арестов. Вручение знамени службе судебных приставов особенный ритуал. Почетное знамя, как знак отличия, выглядит очень внушительно. На полотнище вышита символика ведомства, герб республики, а также двуглавый орел. Главный судебный пристав страны отметил, что знамя должно напоминать служителям Фемиды об их долге. За последние годы свои знамена появились у МЧС, МВД, республиканского УФСИН и вот теперь у приставов. Это очень значимо, вот этот день, для учрежденных сотрудников. Почему я так говорю? Потому что мы знаем историю, мы ценим свои традиции. Задачи ведомства главный судебный пристав обозначил на рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым. Со служителями Фемиды правительство региона выстраивает конструктивное взаимодействие. Мы должны работать на общий результат. Это во-первых. Во-вторых, конечно, от нашей совместной деятельности зависит доверие людей к органам власти. Это ключевой показатель и для вас, и для нас. И я абсолютно уверен в том, что с вами вместе еще лучше будем работать на наш общий результат и все получится. Дмитрий Арестов отметил, что чувашские приставы работают эффективно. За последние годы совместно с органами власти были сокращены многомиллионные долги по заработной плате и решены жилищные проблемы детей-сирот. Вы уделяете очень важное внимание обеспечению жильем детей-сирот практически его ситуации. Что касается судебных решений, она нормальная. Практически нет. Вы сразу этот вопрос закрываете. Так скажу, один из немногих субъектов федерации. Очень сложно. Очень сложно. И вот последние эти события в Приморье, где дети вышли на голодух, показывают важность именно обеспечения незащищенных категорий. Здесь мы ориентируем на то, чтобы искать выход. Мы понимаем, что бюджеты не безграничны. Ну а лучшим приставам и ветеранам службы сегодня вручили госнаграды и медали ведомства. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Валерий Резюков. Республика.